приветствую всех кто заглянул на мой канал роскошные ароматы и в сегодняшнем видео я решила поговорить на такую тему почему-то как-то внезапно вчера или позавчера мне пришла такая мысль поговорить об ароматах которые не заслуженно забыты по тем или иным причинам причины могут быть разные первое это конечно что ароматы уже давно дискаунт это их просто невозможно купить либо ароматы не особо популярные в обычных магазинах их не потестить и в интернет-магазинах тоже особого выбора этих ароматов нет но тем не менее ароматы интересные и я думаю заслуживают внимание и первый аромат это royal marina intense принцесса marina de bourbon у меня миниатюрка сейчас я покажу флакончик флакончик конечно же очень красивый в полноразмерной версии выглядит также шикарно я не буду здесь читать аккорды а буквально кратенько расскажу свои впечатления аромат не особо старый то есть выпущен 2015 году и принадлежит группе восточной цветочной и это правда я когда получила эту миниатюру он мне настолько понравился что я даже рвалась купить флакон но как-то то больших флаконов не было то еще что так я его и не купила сейчас у меня в наличии очень много ароматов поэтому еще один восточный ну как-то мне не особо нужен аромат достоин внимания вот знаете он для меня вот такой томный загадочный но при этом вкусный здесь есть и вот это какая-то ванильная сладость здесь есть и какая-то вот ягодность и пачули в той дозе которая мне нужна я здесь прекрасно слышу то есть здесь вот если взять сладость ну например оля лавиа бель black опиум но добавили в это все дело вот такую дозу приличную пачули которые вот каким-то образом обыгрывает этот аромат и получится вот это royal barina intense не зря на фрагрантики сравнивают и с лавиа бель и с мюглеров ским ангелом кстати да с ангелом что какая-то схожесть есть но в ангеле как-то для меня больше звучат вот эти пачули а здесь вот все равно какая-то больше я слышу ваниль то ли это бабы танк тонко бабы тонко так играют в приятная сладость которую наслоили давать найти пачули либо наоборот красивенный аромат для зимы просто маст хэп вот если в для вас вот например лавиа бель чересчур сладок это какой-то компотик а вот мюглер это для вас вот яркие такие пачули то для меня вот принцесса вот это royal marina intense это как будто бы вот эти два аромата смешали и что-то среднее получилось но при очень вкусная очень такое интересное и я удивлена когда зашла на фрагрантику я просто удивилась что отзывов практически нет на этот аромат сравнение есть вот с парфюмами но отзывом нет красивый аромат вот если будет возможность потестить по моему магазинах он еще продается там бракарде или еще каких-то можно потестить вот видите у меня не совсем не очень много использована как-то берегу эту миниатюрку полный флакон как тоже не хочу брать но пользуюсь им зимой очень люблю его дома вот просто нанести и хожу в периодически вкушаю этот аромат классный вот ванилька бобы танка пачули какие-то ягоды немножечко цветов я здесь не слышу все это смешалось такой теплый томный восточно цветочный красивенный аромат не знаю почему не популярен даже удивлена ну наверное что марка не популярна как бы никто из блогеров еще не раскрутил но стоит какому-то известному блогеру вспомнить аромат как это было кстати об элизабет артен 5 меню рояль когда известные блогеры я думаю все их знают стали о нем говорить все он стал популярным все его уже покупают не знаю магазинах можно его найти еще или нет но это уже такое дело и так второй аромат это джеймс бонд 007 для женщин аромат вот эта марка я не могу сказать что она вообще когда-либо была популярна так же как и принцесса марина де бурбон но один одно время вот лет пару назад как-то звучал вот именно вот это черный флакончик на ютубе довольно таки много ну много немного но парочка отзывов было о нем об этом аромате я его прикупил у меня остаток во флаконе там буквально чуть-чуть осталось аромат женский принадлежит группе восточные цветочные выпущен 2015 году вот что мне нравится здесь черный перец вверху верхах а середина ежевика гордения жасмин и вы знаете я прекрасно здесь слышу ежевику но черный перец мне отдает здесь каким-то табачком какими-то не то может табаком может может какой-то пачка сигарет то есть никогда курят а вот когда открыли пачку сигарет или где-то что-то с табаком открыли я думаю этот перец играет и ежевику я прекрасней слышу цветы здесь как-то для меня на подпевках но в базе ваниль и кедр тоже принципе играют свою роль мне этот аромат очень нравится но пользуюсь редко поскольку мне как-то мои близкие и знакомые говорят о и что-то тебя сигаретами так подтягивает или табачком хотя я вообще не курю и как-то ну даже не обращая на это внимание но вот ароматы с табаком мне как-то нравится читала что похож на смесь например табака ваниль томфорда с black шафран от байредо но на black шафран не согласно black шафран для меня более звонче звучит ярче этот аромат такой немножко припыленный все-таки черный перец дает не только табачность вот эту припыленность которую нанесли на вот эту ежевику ягодность красивый аромат узнаете откуда легкие мягкие то есть табака ваниль томфорда я как-то был у меня отливать и вообще его не могла носить для меня он сугубо мужской а вот здесь красивый аромат но это если вы не боитесь но тут табака сигареты вот эти открытой пачке сигарет вас этот запах не смущает или ваших близких то можете прикупить хотя на вас может она совсем по-иному раскроется очень много отзыва читала что пахнет вот как обертки от шоколадных конфет или шоколады когда вы открываете вот это вот блестящая упаковка которая в которую обернули шоколад вот пахнет что-то такое кому-то вишневыми сигаретами но для меня это просто вот такой сигаретный аромат немножечко химозненький да согласна но интересный причем причем люблю носить его не зимой как многие пишут а вот именно почему-то летом у меня тянется к нему рука зимой как-то я не знаю то ли он теряется на мне а вот летом он такой прикольный действительно немножечко специй ванили сладкой ежевичный похож кстати на его на трекшн тут согласна у меня был его на трекшн который я также сносила флакон красивый ежевичное варенье с перцем да соглашусь действительно ежевичное варенье и или перетертая ежевика сахаром и туда насыпали черного перца классный но мне он больше нравится в теплое время года как-то он не круче звучит нежели зимой но это такое мое личное мнение ну дальше переходим классики жанра это диск вайра чего-то аромат который тоже сделал очень много шуму в свое время потом его сделали дискаунты купить практически было невозможно сейчас вроде бы опять появился магазинах но цена уже далеко не та которая была у меня вот здесь немножечко осталось я его берегу ой какая красотень я очень как бы была недовольна когда его сняли расстроилась но со временем возможно еще прикуплю флакончик аромат старичок выпущен 2008 году и принадлежит группе древесные водяные и вот для меня это аромат фиалки на древесной подложке действительно метеориты от герлен в самом прекраснейшем звучании но больше для меня это деревяшки фиалка здесь как бы есть но ее наслоили на вот это дерево и дерево я прекрасно здесь слышу что мне нравится что дерево здесь красивое не мужское а вот именно а вот именно женское вот спилили дерево на него посыпали вот эту пудру или метеорит и герлен там разложили и вот это будет чего-то диск варит шикарнейший аромат действительно аромат какой-то природы леса обожаю его именно в дождь в прохладу даже летом когда проходит дождь температура немножечко спадает я его ношу с удовольствием но сейчас экономлю но аромат шикарный и вы знаете вот на деревянные ароматы то есть на деревянные да на ароматы с деревяшками как-то я комплиментом не особо получаю а вот этот уже ну не могу сказать что чужие люди но знакомые или на работе делали комплименты спрашивали что за аромат очень красивый вот действительно шикарнейший аромат деревяшек но женский вот что мне нравится что он женский у не мужской на мужчине и вообще не представляю и при этом он мне кажется понравится всем у нас только такой какой-то родной я думаю у всех были вот эти вот деревянные подставки по чайник из можжевельника вот действительно вот этот аромат вот этой подставочки с пудрой и мне кажется никто его не зафукает никому он не будет действительно фу а прекрасен красивый немножечко прохладный древесный я тебя просто кайфую его действительно кайфую и вот если брать другие ароматы то есть той же фиалкой фиалковой пудрой деревяшками вот чего то там нету не хватает то наоборот перебор то еще что то а вот это вот не за здесь для меня все вот прям в той дозе в которой должно быть вот не знаю почему жалею конечно что не прикупила еще флакончик как-то так прошляпила это дело но не знаю посмотрим видите у меня уже такая крышка уже здесь облезла и дерево уже такое и здесь она уже у меня в общем ладно это так немножечко поныть дальше переходим к аромату от масаки мацушима мат этот аромат почему люблю это один из первых ароматов которые вообще когда-либо прикупила то есть закончив школу когда уже пошла учиться в университет ну у нас стали появляться такие маленькие магазинчики не было вот этих бракардов еще и там стали продавать вот миниатюрки полноразмерной версии всяких ароматов и вот мат это первая миниатюра которая появилась ну так скажем люкс качество или полу люкс качество потому что до этого был там какой-то эйвана рефлейм не хочу обидеть эйвана рефлейм там тоже есть достойные ароматы но вы поняли о чем я и этот аромат для меня стал таким каким-то культовым таким каким-то родным своим обожаю его весной вот сейчас пользуюсь удовольствием у меня флакончик 40 миллилитров но вот видите что осталось думаю этой весной его до пользую с удовольствием почему до пользу потому что когда стал от он мне же давненько года 23 мне кажется немножечко стал меняться хотя храню его в коробочке в темном месте и думаю надо до пользовать чтобы ну не испортился как-то так аромат женский принадлежит группе цветочные фруктовые выпущен 2005 году для меня девчонки и мальчишки это зеленый аромат вот действительно какой-то бамбук лотос красивый прелестный для меня весенний нелетний вот весной его обожаю комплементарный как ни странно хотя обычно вот зеленые свежаки как-то не особо пользуется популярностью больше комплименты делают кем-то сладким цветочным ароматом каждодневный рабочий и мне он нравится не могу сказать что это прям свежак классическом проявлении для меня он не совсем такой свежий все но здесь есть какая-то такая насыщенность какая-то такая плотность и этим он может многим не понравится также мускус плюс лотос дают определенное звучание которое также может вас ну как бы зацепить я имею ввиду плане зацепить и не понравится в свое время когда я купила вот этот пробник маленькую миниатюрку он был очень популярен красивый действительно такой освежающий акватика здесь то что мне надо я не люблю акватические ароматы но здесь она в нужной дозе и здесь она нужна для этого аромата но но мне понравился для кого-то он незатейливый а для меня очень даже интересный слышу его прекрасно шлейфы есть диффузность хорошая держится очень таки хорошо мне нравится конечно же аромат был создан давненько поэтому сказать что уже он многим не приелся не надоел да это есть то вот действительно такой зеленый в общем бамбук водные ноты зелень какая-то такая приятная но зелень именно где-то возле воды вот все-таки акватическая нота дает понять что это не лес вот как чего-то лес там деревья а вот именно к это зелень трава где-то возле реки возле пруда вот какая-то такая ассоциация но не лес не лес дальше девчонки мальчишки переходим к такому вот забытому я не знаю шедевр не шедевр но аромат шикарный это жан ланван кутюр бёди у меня вот целый флакон по моему 100 миллилитров или 90 вот это мне девчонки забрали я сама им пользуюсь и почему показывает этот аромат он никогда особо популярным не был больше пользовались популярными смородинка и малинка вот похоже этот как-то не особо жаловали и так аромат женский принадлежит группе цветочной фруктовой выпущен четырнадцатом году в нота и малину и лист фиалки и пион и вы знаете все это я слышу но в отличие от фланкеров классических так будем их называть которые все знают здесь этот аромат воздушный и нежный здесь нет вот этой приторной сладости здесь нет вот чего-то такого что будет вас раздражать я этот аромат как-то не сразу поняла я его немножечко распила и выставила на продажу мне даже его хотели купить но я потом я думаю да буду продавать и давно его не брала в руки он у меня стоял сейчас его попробовала и я просто него влюбилась насколько он классно насколько он свежий фрукт свеже фруктовый и цветочный и фруктовый прекраснейший аромат и самое странное когда я стала его искать в магазинах его уже нет то есть это было его уже не выпускают нашла в одном магазине но цена то было заоблачная и я думаю не буду продавать флакон немножечко еще раз запью и оставлю остаток себе свежесладкий немножечко зеленый классный причем молодежный то есть это не такой какой-то аромат для женщин немножечко за действительно молодежный и яркий и я сейчас тоже им с удовольствием пользуюсь больше конечно буду когда и станет теплее и для меня это знаете такой фруктово-ягодный микс с вкраплением зелени вот какого-то листа смородины листа малины не знаю мне он больше нравится нежели вот эти фланкеры классические со смородиной с малиной эти такие слажа приторня а вот это более свежая версия то ли он у меня настоялся то ли что но раньше он какой-то для меня был никакой безлики а сейчас я просто от него балдею и вот что мне нравится что вот это ягодная фруктовость или фруктовая ягодность смешалась зеленью но здесь также присутствует вот какая-то нота дерева деревяшечки такая легкая легкая и все вот это звучание просто шикарнейшие комплименты обеспечены шлейф шикарный диффузность просто обалденная действительно вкусный приятный шлейфовый малинка здесь такая вкусненькая соченькая но не такая присыпанная сахаром а просто переспевшая классная малина которая еще висит на где-то на кусте где-то растет в саду и благоухает пион здесь также проскальзывает но я пионы как-то знаете у меня с пионами такие отношения то есть в одних ароматах они не нравятся во вторых как-то не очень вот здесь пион с малиной подружились они здесь выступают таким тандемом приятным что мне он здесь нравится не раздражает здесь здесь и такой легкий воздушный не перебивает ничего но возможно здесь это все дело облагорожено и немножечко как бы присыпано вот листочком фиалки и поэтому все это смешалось и аромат действительно беззаботный позитивный такой легкий придает сил энергии весна-лето однозначно его сезон и мне кажется даже в жару он будет прекрасен понравился очень очень понравился это у меня жан ланван кутюр бёди вот коробочка давайте покажу видите вот бёди и вот так вот он выглядит вот хорошо что помнилась и не продала потому что пожалела бы пожалела бы действительно запах юности какая-то девушка в шифоновом платье с распущенными волосами не знаю красота красота но но одно но малина здесь слышится вначале очень ярко потом все-таки она утихает я больше слышу вот какой-то цветочности и зелени и немножечко деревяшечек возможно лист фиалки возможно какая-то база из деревяшек появляется в общем красивенный аромат и так на десерт у меня бабочки от лартизан но у меня версии экстрим у меня еще в старом флакончике небольшом какой он классный у меня есть еще есть от ливан тот ливан как-то у меня уже там настоялся он такой ядерный не особо мне нравится но его пользу и я им пользуюсь эти какая красота а этот у меня на особые случаи аромат для мужчин и женщины на мужчине вообще не представляю принадлежит группе цветочной согласна выпущен 1999 году парфюмер анна флиппо аромат шикарный я не знаю снят он с производства или нет но видела что флаконы уже не такие какие-то такие зеленые черным наверное все таки аромат немножко поменялся я так думаю для меня это действительно аромат липового цвета аромат липы аромат цветов здесь и действительно шафранчик есть и розовый перец и вот это медовость и флёрдеранж в общем намешано всего-всего и аромат получился сладенький медовый солнечный липово-жасминовый немножечко перченый но знаете яркий но при этом красивый и такой не вызывающий раздражение вот почему то так то есть я им пользуюсь конечно же даже пшикнула на себя я им с удовольствием пользуюсь вот именно весной летом как-то к нему не тянется рука не знаю но аромат прекрасен стойкость хорошая диффузность отличная шлейф есть не могу сказать что комплиментарен вот почему-то как-то комплименты он не вызывает вот не знаю почему но аромат прекрасен и вначале вы знаете сначала это не липа не цветы а вот какая-то горчинка вот вот как мед но с горчинкой вот что-то такое потом уже появляется вот эта цветочность липа возможно даже какой-то лук ассоциация с какой-то цветочной поляны на лугу бабочки летают вот это все об этом аромате красивый но это не классический какой-то медовый аромат это не классический вот цветочный аромат здесь ну не знаю как то все передается что действительно вот поляна лук вот эти цветы медоносы да рядом липа растет цветет вот какая-то такая ассоциация действительно довольно таки природный аромат природный хоть вот ассоциируется с летом но люблю его носить весной для лета он как-то мне не идет не знаю и нравится чем он не чем у меня покорил что есть вот какая-то вот эта нотка зелени какой-то травянистости горьковатости что не дают аромату идти в сугубую медовость и сугубую сладость и прочее прочее действительно ли летний день полянка хорошее настроение я как-то с ароматами от лартизан не дружу я один раз прикупила чуть ли не 10 или 12 пробников разных ароматов и как-то мне ничего не зацепило кроме бабочек потом купила от лиман большой сейчас им пользуюсь и вот остаток при это был флакон я немножечко распила остаток оставила себе но уже из остатка половину тоже уже использовала если вы хотите аромат липы такой какой-то горчинкой медовостью потом мне кажется потом вот эта горчинка немножечко как-то уходит появляется больше пыльцовости но красивый аромат действительно для меня лично для меня а довольно таки натуральный и что мне нравится вот эта травянистость что здесь вот эта травянистость зеленца дают свой свой какой-то такой аккорд дают как бы меняют это звучание на более приятное для меня и так девчонки и мальчишки вот такое вот видео у меня сегодня получилось об ароматах которые как бы не заслуженно забытые по тем или иным причинам то ли их уже не выпускают то ли о них уже столько договорили предыдущие годы что сейчас уже никому ничего не интересно то ли их уже ими уже надоелись и объелись да всякое бывает но ароматы действительно достойные вот мне кажется что вот эти ароматы но по крайней мере щивут я не могу найти аналог честно скажу вот если без марины без принцессы я могу обойтись без бонда я могу обойтись хоть аромат интересный даже без мат ну так как бы хотелось бы но я продается можно купить то вот например бабочки для меня это что-то такое необычное щивут не знаю маст х вот нравится он не вот сколько лет пользуюсь и все равно не могу найти вот аналог есть похожие где-то больше пудры где-то больше дерева но все не то и вот план ван мое открытие хоть аромат у меня давно даже как-то он настоялся что ли очень классный действительно ни на что не похожий это не вот те свежачки которые продаются сейчас вот сейчас это звучание немножко другое а вот это еще ну не совсем старая школа не олд это не олд скульный аромат абсолютно нет но он отличается от вот этих современных свежачков то есть вот щивут лартизан и ланван это вот такие классные маст хэвы для меня которыми буду пользоваться с удовольствием и так если вам видео понравилось девчонки и мальчишки ставим пальчики вверх также не забываем подписаться на канал иконка вот где-то здесь и нажать на колокольчик но имейте ввиду что если вы хотите попробовать джан ланван кутюр бёди я этот ароматик еще ну миллилитров 30 где-то буду распивать если интересно обращайтесь этот аромат у меня еще участвует в распиве и так на сегодня все буду закругляться всем пока пока хорошего дня а может быть вечера не знаю когда еще видео выйдет если честно когда его смонтирую и до скорых встреч